Как не тратить полдня и кучу нервов на презентацию? В этом видео я расскажу тебе 5 лайфхаков, которые упростят твою жизнь, если ты хочешь создавать презентации очень быстро. Использовать один цвет, шрифты выбирать семействами, упор на сценарий, использовать инструменты PowerPoint для быстрого редактирования и использовать или создать шаблон. PowerPoint это реально прокрастинация. Напишите, если вам знакомо, когда вы подбираете несколько часов фотографии, подбираете цвета, подбираете шрифты, то нравится, то не нравится. В итоге сделали три слайда? Рабочий день прошел. А потом подходите к начальнику, показываете, говорите, вот я сделал, а он такой, все плохо, все переделать. Чтобы создавать презентации быстро, важно не только знать кнопки в PowerPoint, на которые нужно нажимать, чтобы быстро редактировать элементы, которые я покажу ближе к концу видео. Но и важно умение и навык упрощать информацию, смыслы в презентациях и дизайн. Прямо вот у всех, кто только начинает создавать презентации или учится, разбирается в PowerPoint, есть частая ошибка, это поиграть с цветом. Перебирать палитры на Pinterest, подбирать дополнительные цвета, строить градиенты. Это все круто, это все хорошие инструменты, но нам для 15-минутной презентации это не нужно. Выбираешь только один любой цвет, он должен быть темным, если фон презентации белый, и светлый, если фон черный. Не нужно его подбирать с помощью сложных инструментов, выбирай тот, который больше всего нравится тебе. И дальше вы не будете тратить время на цвет вообще. Этот цвет будет и акцентным, его можно применять на важные заголовки, на диаграммы, использовать в качестве фона, применять к цветным элементам, к фигурам, вообще ко всему, чему вы захотите. Если вам сложно определиться с цветом, то вот готовые варианты, и пожалуйста, не усложняйте. Шрифты выбирать большими семействами. Тут тоже есть одна частая ошибка начинающих, это стилизовать слайды под что-то. Как будто написано что-то на доске, как будто написали рукой, или пробуют комбинировать и сочетать разные гарнитуры. Для презентации в 15 минут это не наш вариант. Установить себе семейство шрифтов, одно, два, не больше трех точно, лучше одно, и снова не тратить время на поиски. Скачивать семейство, где очень много начертаний, для заголовков использовать крупный, жирный для подзаголовков, средний жирный для текста, обычный для калантитулов очень тонкий. Все, вы просто принимаете единое оформление на свою презентацию, или даже на все презентации, и вопрос, как красиво оформлять текст, он снимается, и вы на это не тратите время. Вот несколько моих любимых и беспроигрышных вариантов, это MonsterAd, это OpenSans, это Gotham Pro, их еще довольно много, можно другие поискать. Скачивайте семейство с библиотеки Google. Сейчас самый удачный момент для того, чтобы поставить лайк, подписаться на канал, не упускай момент, а комментарии помогают мне продвигать обучающие видео на YouTube. Про сценарий. Что делать, если на оформление одного элемента уходит очень много времени? Удалите его. Просто не оформляйте его. Да, так можно. Напишите в комментариях, с чего вы начинаете презентацию. Сценарий или сразу переходите к оформлению? В ролике про 10 шагов я подробно рассказал, что делать перед презентацией. Можешь тоже его посмотреть. Важно! Перед тем, как садиться за оформление презентации, нужно хорошенько проработать сценарий, сделать раскадровку, и только потом садиться за оформление. Это избавляет от большого количества пустых и бесполезных элементов. Представьте, если бы весь видеоряд состоял из того, с чего я говорю. Все, что произношу, было бы написано на экране. Видео смотреть будет неинтересно. В реальности у нас есть часть сценария. Мы помещаем его на один слайд. Мы выделяем из всего сценария главный месседж, выводим его в заголовок, формулируем продающую мысль в заголовке. Мы из текста выделяем основную. Вот только суть. В шагах, в пунктах, в алгоритмах только ключевые мысли, которые нужно донести до зрителя. Обратите внимание, я очень много из этого текста удалил на слайде, проговариваю его сам. А этот текст и не нужен на слайде, потому что его доношу я, вы слушаете меня. Это очень ускоряет работу с оформлением. Пишите хороший сценарий и делайте слайды проще. Возможно, в будущем можно сделать отдельный ролик про то, как упрощать текст и выводить его на слайды. Напишите, кстати, насколько это интересно. А какие же есть инструменты? В PowerPoint есть направляющие, они находятся на вкладке вид. Я их всегда расставляю, как только открываю новый файл. Организую себе коробочку, блоки. Они помогают быстро и точно выравнивать элементы. Автоматическое выравнивание. Если раньше не пользовались этим инструментом, к нему сложно привыкнуть. А когда разберетесь, скорость просто становится космическая, вырастает в разы. Можно выравнивать и относительно слайда, так и элементы относительно друг друга. По краям, по центру, посередине. Распределять по горизонтали, вертикали. Пользуйтесь. Обязательно пользуйтесь. Горячие клавиши. Это тоже в разы ускоряет процесс создания презентации, если их особенно все выучить и привыкнуть к ним. Дублирование, копирование стилей, группировка, перетаскивание по слоям. Про горячие клавиши есть отдельный ролик. Обязательно тоже посмотри. Принципы дублирования. Если у вас несколько элементов однотипных на одном слайде или на нескольких слайдах, никогда не делайте их сразу, одновременно. Почему? Потому что можно сделать один, выровнять его красиво и просто его задублировать и перепечатать текст, заменить фотографии. Про заменить фотографии. Можно быстро менять фотографии. Одно на другое. Просто правой кнопкой мыши нажимаем на нем, выбираем там кнопочку заменить и выбираем, например, из буфера обмена предварительно скопированную фотографию. Она подстраивается под те же самые размеры и формы. Скорость просто космическая. Дублирование слайдов. Точно так же по принципу дублирования элементов, если у вас одинаковые слайды, не нужно создавать несколько, просто взяли, скопировали один, поменяли текст и все. Шрифт. Можно поменять сразу во всей презентации. Если, к примеру, сделали все-таки с одним шрифтом, а он вам не понравился, просто выходим на панель сверху, выбираем заменить кнопку, заменить шрифт и меняем один шрифт на другой. Это особенно удобно, если вы покупаете шаблоны на моем сайте с шаблонами PowerPoint, на которые ссылка в описании. Конструктор цвета. Тоже, если сделали презентацию, цвет вам не понравился. Есть инструменты, которые позволяют поменять цвет сразу во всей презентации, буквально в два клика. Подробно, как его настроить, я рассказываю вот в этом видео, тоже про шаблоны. Отказ от иконок. Я для себя решил, что иконки выглядят красиво, однако функционала в презентации очень мало. Их можно заменить цифрами или словами. Так намного быстрее. Иногда бывает найти хорошую, качественную иконку, занимает очень много времени. Меньше парьтесь с фотографией. Вообще старайтесь не пользоваться Яндекс и Гугл картинками. Они много отнимают времени. Если за две минуты не получается найти фотографию, просто бросайте это дело. Меняйте ее на иллюстрацию или вообще просто ничего не вставляйте. Ну или возьмите, что первое понравилось. Короче, не усложняйте, будьте проще. Шаблоны. Одно из, наверное, самых быстрых решений, как делать презентации даже не за 15 минут, а за 13 минут, используя все инструменты, которые я сейчас рассказал, которые есть в видео про шаблоны, взять, заморочиться один раз, серьезно так засесть и разработать для себя шаблон. И потом использовать его для всех своих презентаций. Шаблоны позволяют, как правило, иметь какое-то количество готовых слайдов, готовых решений, где нужно только поменять текст, фотографии, данные, иконочки, картиночки. Все это, как правило, быстро меняется. И все сохраняйте и пользуйтесь. Можете не создавать, кстати, шаблон, можете купить на моем сайте с шаблонами для PowerPoint, где очень много хороших, красивых решений. Почему именно купить? Потому что хорошая работа должна оплачиваться. А бесплатные шаблоны в интернете, они, как правило, имеют очень низкое качество. Поэтому заходите по ссылке в описании, покупайте шаблоны красивые и качественные. В комментариях напишите, пожалуйста, что позволяет вам делать презентации еще быстрее. Может быть, не делать их вообще. Ты молодец, то, что досмотрел до конца. Посмотри вот тут еще у меня есть видео на канале. Подписывайся обязательно, чтобы не пропускать следующие ролики. Спасибо большое. Пока.